Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Семь Семьян и я Лариса Зарубина. Сегодня я хочу с вами поговорить о хризантеме мультифлора. Мультифлоры являются истинными украшениями сада в осенний период. Гортензии, георгины и мультифлоры. Вот это праздник осени, больше никак не назовешь. Они настолько яркие, настолько красивые расцветки, что из них только одних, вот из этих хризантем, можно устроить просто феерический сад осенью. Но цветение у нас заканчивается, и теперь наша основная задача сохранить. Мультифлора в средней полосе в открытом грунте не зимует, друзья мои. Поэтому здесь наша основная задача сохранить ее, а сохранить мы можем несколькими способами. Самый, конечно, простой доступный способ – это выкопать ее, посадить в горшок, обрезать и отправить на хранение в подвал, где температура воздуха не будет выше 10 градусов. 11-12 тоже, в принципе, допускается. И вот там, в сухом прохладном помещении, она будет прекрасно зимовать, без доступа света. Второй вариант мы можем поставить в любое непромерзаемое помещение со светом. Она тоже там будет прекрасно зимовать, основное условие, чтобы было помещение прохладное. Но если у вас ни того, ни другого нет, тогда остается один вариант – зимовать дома. Но сразу скажу, что это не самый лучший вариант. Хризантема будет пытаться расти, потому что дома все-таки тепло, а расти не нужно обязательно в период покоя. Поэтому вот дома – это не лучший вариант. И в зимний период времени у них побеги начнут вытягиваться и будут совершенно некрасиво выглядеть. Поэтому все-таки лучший вариант – это холодное и прохладное помещение. Но бывает такая ситуация, что нет ни погреба, ни подвала, а зимовать-то нужно. Остается один вариант – это теплица. Но сразу скажу, друзья мои, теплица хороша, в теплице хризантемы зимуют, потому что очень много таких вопросов мне задавалось, и споры даже мы вели, что хризантем у многих зимуют в теплице. Да, в теплице зимовать хризантема может, и хорошо она выходит из зимовки, но при условии, если у вас ровная, хорошая, спокойная зима. Не бывает вот этих качелей между перепадами, между оттепелями, заморозком, когда в течение дня вот такие идут резкие перепады. Если у вас, вы всё-таки живёте там, где у вас будут вот такие ситуации, случаются крайне часто зимой, то в теплице может возникнуть конденсат. Ну, скажем так, есть такой термин – теплица потеет. Вот когда на поликарбонат выпадает точка рассы – влажность. Вот если у вас там будут посажены хризантемы, вот эта вот лишняя влажность – это всегда путь к грибковым заболеваниям. И перезимовать-то она перезимует, но могут выпады именно из-за того, что начнутся грибковые заболевания или из-за повышенной влажности выпривания. То есть, если у вас вот это есть такое, вы просто себе поставьте пунктик, тогда в обязательном порядке черенкуй. Страховочный материал для того, чтобы на следующий год просто не потерять растение. Да и вообще, если честно, я вам советую после того, как мы её сейчас обрежем, я вам покажу, как всё это сделать, начеренковать. Очень удачный вариант выращивания хризантемы – это вот в горшках. Для горшков берите не глубокие и большие горшки, а именно небольшие, но широкие. И тогда ваша хризантемка будет чувствовать в них себя хорошо. И вот эти горшки прикапывают в саду, в почву весной. А по окончании цветения вы просто выкапываете, обрезаете и уносите на хранение. Это очень удобно. И, кстати, мне многие даже писали, мои подписчики, что именно выращивание в горшках хризантемы мультифлоры даёт более качественный результат. То есть большой шарик образовывается именно в выращивании в горшках. Но здесь уже решать вам. Итак, я принесла горшок, в котором я уже обрезала свою мультифлору. И здесь у меня несколько сортов я просто на зимовку объединила в одно широкое кашпо, засыпала. И вот в таком состоянии я буду отправлять на зимовку. Итак, как обрезать? То есть вы выкопали хризантему, посадили её в горшок. Следующая наша задача – обрезать. Как обрезать? То есть мы обрезаем где-то на высоту 5-7 см, не больше. То есть берём вот так и обрезаем. Если вы не хотите обрезать, вы можете вот этот, который вы выкопали, хризантему, посадить в горшок и занести домой. Но сразу могу сказать, что дома она в тепле очень быстро отцветёт. Если поставить её на балкон, будете дольше любоваться цветением. То есть в прохладе она будет дольше цвести и радовать вас вот через окно вот такими красивыми цветочками. Итак, вы обрезали, у вас остаётся вот такие обрезанные части. Из них мы можем сделать черенки. Как делают черенки? Ну вот этот цветочек мы обрезаем. Все, которые у нас есть, бутончики, тоже срезаем. Остаётся у нас вот такая часть. Что мы делаем дальше? Листики, которые внизу, тоже обрезаем. Только не обрывайте, обрезайте обязательно ножничками. Верхние листики мы можем уполовинить. Дальше нижнюю часть обрезаем под углом 45 градусов. Всё. Верхушку мы с вами срезали. Листики, если большие, вот такие, то мы их вот так уполовиниваем. Если такие маленькие, можно оставить. Что мы дальше делаем? Здесь не нужны даже никакие корневины, никакие стимуляторы роста. Ничего не нужно. Просто вот этот черенок, который мы подготовили, вставляем в грунт вот так. Обжимаем его и оставляем на укоренение. Такие черенки мы можем посадить в одну большую ёмкость с расстоянием между ними сантиметров 10. Этого достаточно. Можно укоренить их в отдельных горшочках, которые, горшочки П9. Они тоже там прекрасно укореняются. Самое главное, можно в череночнике сделать. Самое главное сделать укрытие и регулярно его проветривать. Такие черенки укореняются очень быстро. После того, как они укоренились, они начнут выпускать листочки. Вы их тоже можете поставить в прохладное помещение, для того, чтобы они просто пошли, ушли, скажем, в состояние покоя. И после этого переместить в то место, где они у вас будут зимовать. Они могут зимовать, в принципе, и дома, на самом прохладном подоконнике. Помните, что всю хризантему, которую мы отправляем на хранение, будь то в подвал, будь то в теплицу, мы поливаем крайне-крайне редко. Теперь возвращаясь к маточному кусту, который мы отправляем на хранение. Вот как вот здесь, как я вам уже в начале ролика сказала, что я сюда посадила несколько сортов. Смотрите, я их засыпала, все выкопанные хризантемы засыпала вот таким грунтом, который в составе имеет два вида торфа. Самый главный секрет успеха, когда мы отправляем на хранение, засыпать воздухом и влагопроницаемым грунтом. Это очень важно для хорошей зимовки. Как я уже вам сказала, что для нее самое главное – это сухое прохладное помещение и полив. Когда в состоянии покоя будет находиться хризантема, мы поливаем крайне редко. Раз в месяц в сухом помещении прохладном, раз в месяц это более чем достаточно. В теплицах мы ничего не делаем, потому что там почва все равно будет слегка влажной. Скажем так, вы при посадке полили и все. И в теплице я все-таки вам рекомендовала или же сделать какое-то укрытие, но поставить дуги. Ну на всякий случай, потому что всякое может быть, что зима может быть слишком суровой, а у вас доступа не будет на дачу. Поэтому сделайте дуги такие, как мы делаем для роз с воздушно-сухим укрытием. Это если она у вас останется зимовать в теплице. В подвале, конечно, вам проще, вы тут будете контролировать. Если вы заметили, что вдруг у вас вот здесь начинается образование плесени или еще какие-то грибковые заболевания, незамедлительно обработайте любыми препаратами от гнили. И можно землю вот здесь присыпать золой. Это тоже очень хороший дает эффект, чтобы не возникли никакие корневые гнили. А так, в общем-то, хризантемы, если честно, абсолютно беспроблемные растения. Самое главное для нее, конечно, это вот хорошая, успешная зимовка. И во время вегетации, во время зимовки, потом, когда мы занесем ее домой, она может в подвале, где у вас хранилась, начать расти. Начнут появляться длинные, слабые побеги. Не переживайте, мы их отрежем и можно тоже укоренять. Причем после того, как она начала вегетировать, вы тоже можете нарезать черенки и еще раз укоренить хризантемку. У меня на сегодняшний день все. Я обращаюсь с вами и желаю, чтобы ваши хризантемы хорошо перезимовали.